По данным Челябинского гидрометеоцентра, до конца этой недели в Копейске будут стоять морозы. Столбики термометра ночью опустятся ниже отметки в 30 градусов. И если ученики начальной и средней школы могут только порадоваться от меню уроков, то старшеклассникам, студентам и рабочему звену всё равно предстоит выйти из дома. Что же сделать, чтобы не замёжнуть по дороге? Во-первых, перед выходом не нужно пить горячие напитки. Вызванный ими процесс потоотделения будет лишь ускорять отдачу тепла, а резкий перепад температур приведёт к сужению сосудов. Во-вторых, нужно принимать витамин С. Он, напротив, помогает циркуляции крови в мороз. В-третьих, одеваться нужно многослойно. Эксперты считают, что чем больше предметов одежды, пусть даже тонких, надета на человеке, тем лучше, так как между ними образуется воздушная прослойка, которая сохраняет тепло внутри, под пуховиком или шубой. В-четвёртых, нужно помнить о голове и ногах. Шапка должна быть тёплой и плотно прилегающей. А обувь удобной и на размер больше, так, чтобы в неё мог влезть шерстяной носок. Ну и, наконец, замёрзнув на улице, нужно заходить греться в ближайшие общественные места. И, конечно же, не стоит забывать о тёплых варежках. Всё, к выходу на улицу готово.